И начинаем сразу же с эксклюзивного видео реального боя в районе Многострадальной Авдеевки. 24 часа в сутки украинские защитники на Авдеевском направлении отбивают мясные штурмы оккупантов. За привычными словами, украинские бойцы отбили атаки оккупантов, стоят сверхчеловеческие усилия наших воинов. Подмассированным артиллерийскими обстрелами украинские защитники в мороз сдерживают вражеские атаки. Эксклюзивное видео боя на южном фланге Авдеевки прямо сейчас в сюжете журналиста ТСН Руслана Ермалюка. Дожди и мороз превратили все поля и дороги в сплошной лед. Идти сложно, а бежать и еще сложнее. Но когда рядом падают снаряды, бегут все. Сложно даже не удержать бой, а дойти до позиций, на которых можно принять его. Сейчас здесь очень скользко. В морозном воздухе хорошо слышно, как снаряд летит со свистом в сторону наших позиций. Окупанты не экономят боеприпасы. Ни под Авдеевкой, ни на северном фланге около Степнова, ни на Невельском на южном крыле. Будни пехотинцев. Это прилетело только что? Да, после третьего взрыва прямо в окоп. Еще тепленький. Еще тепленький. Давай. Ложись. Котивник отстреливает за сутки тонны боеприпасов, пытаясь сломать нашу пехоту, которая вгрызлась в землю и сдерживает вражеские мясные штурмы. Активизировались. Это значит, что скоро может полезть их пехота. Вражеская пехота таки не заставила себя долго ждать и двинулась массированно на штурм. Сказать сложно, это ничего не сказать. Под ногами лед. Постоянные обстрелы и дроны. На одном участке фронта, на один батальон за один день падает по меньшей мере шесть сотен снарядов. И в таких условиях ребята ежедневно 24 часа в сутки отбивают атаки врага, который пытается продвинуться все дальше на южном фланге Авдеевки. К бою здесь никто не кричит. Все знают, что сразу после массированного арт-удара штурмовые группы уже в поле и ползут к нашим позициям. Плотно отрабатывай. Канонада взрывов у окопов и стрельба из пулемета сливается в один монотонный звук. Хаос войны. В сторону врага летят тысячи пуль. Они и дальше пытаются ползти и штурмовать наше укрепление. Не заходят? Бывает, что заходят сначала 4 человека, 2-3-4, а потом еще группа подтягивается, еще 4 человека. То есть от 8 до 10 идет на позицию, атакуют. Техас не считает количество патронов. Счет во время боя идет на ящики. Этот военный учитель физики и астрономии. Там, в прошлой жизни. А здесь он пулеметчик. Они уставшие. Ведь ежедневные штурмы истощают. Но они держат оборону и не дают россиянам продвинуться на своем фланге. Бывает такое, что 2-3 часа успеваем отдохнуть. Осколки от вражеских снарядов сыпятся в окопы. Но нашу пехоту это не сбивает. Никто не прячется. Все работают как киборги на поле боя. Враг начал свой штурм. Помогаем смежным подразделениям сдерживать штурм. Врага расстреливают, а он и дальше продвигается. Секрет, вероятно, в таблетках, которые выдают оккупантам перед боем, чтобы погасить страх. К тому же сзади стоят заградотряды, которые расстреливают тех, кто возвращается назад. Месяц назад был на одной из их позиций. Нашел их аптечку. Таблеток и различных уколов там просто немеряно. Интенсивность боя такова, что отперегревается стволы. Над головами свистят пули и снаряды, а наши бойцы непоколебимы. С оружием в руках минусуют россиян. Здесь на нуле, где время остановилось, им нужны дроны, снаряды и мобилизационная поддержка. Психологическая. Родных давно не видели. Знаете, это в первую очередь. Они нас ждут. Мы вернемся. Полуторачасовой бой прекращается. Враг оставляет убитых и оттягивается назад. Для перегруппировки. Перед новым штурмом. Только что. Буквально 5 минут назад. Сегодня не такая большая интенсивность движений врага. Вчера перерывы были буквально 5-15 минут. Это максимальное. Как раз хватало, чтобы только восстановить боекомплект. И снова они лезли. Сумерки падают на позиции. О тишине и мечтать невозможно. Вновь начинает работать вражеская артиллерия. А значит, скоро вновь двинутся россияне. И вновь будет гореть земля. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует.